Всем привет, друзья! С вами Алексей, и сегодня мы поговорим про игру Зомби 2015 года. Это переиздание игры для Wii U под названием Зомбию. Я недавно ее прошел, на канале есть запись, и хочу высказать свое мнение, так что поехали! Сама игра представляет из себя шутер, экшен с элементами выживания и немного РПГ. Сюжет довольно прост, Зомби Апокалипсис, правда, место для вируса выбрано нестандартное, это Лондон. Разберем все по порядку. И начнем мы, в принципе, с сюжета. Сюжет в игре довольно стандартный, мы выживший какой-то там, нам помогает другой, живой, как он себя называет. Он имеет доступ ко всем камерам в городе, так что он может все видеть, и видеть нас, и давать нам советы по мере прохождения. В самом сюжете есть намеки на нелинейность, то есть на прохождение разных заданий по-разному. Но, к сожалению, в игре это не реализовано вообще никак. Товарищ живой может говорить, что можно пойти другим путем, но мы им пойти не можем. Сама история нас проведет через довольно обширное количество локаций, среди которых есть и рынок, и живой квартал, и даже Букингемский дворец с его подземельями. Конечно же, убежище и прочие локации, которые наполнены довольно большим количеством и снаряжения, аптечек, например, и прочего. Много патронов, много интересно расставленных зомби, много дальше расположенных отсылок, например, или в тайных местах. Также можно найти различные документы, записи, которых тоже очень много, и они позволяют нам понять, что уже произошло, как вирус развивался, и что было с городом в начале эпидемии, так сказать. Текста там довольно много, так что... Заходи, располагайся, только ничего не трогай, здесь ценные научные экспонаты. Я закрою за тобой дверь, на всякий случай. Прости, что не приветствую лично, так безопаснее, понимаешь? Я, видишь, ищу лекарства от нашей чумы. Медленно, правда. Подопытных мало. Только эти бедняги из Омеги плохие времена настали. Мы рассмотрим графику. Так как игра изначально разрабатывалась для консоли Wii U, которая уже на момент своего выхода была признана и считалась довольно-таки устаревшей, так что какого-либо вау-эффекта графика не производит, но... Свою, так сказать, свою лепту в атмосферу и визуальный ряд она вносит. Не сказать, что графика прям очень ужасная. Она, конечно же, не благо детализирована, но выглядит локация довольно-таки разнообразно, насыщенно, на них присутствуют различные эффекты. Например, на некоторых локациях идет дождь, на некоторых локациях, как вот сейчас на видео, туман присутствует. Так что выглядит все это нормально. Довольно-таки. Еще раз, если учесть, что это порт с консоли, дождь другой. И сама графика не вызывает желания выключить монитор ногой там, например, и больше никогда не включать. Редкие сюжетные персонажи, которые здесь появляются, выглядят тоже довольно-таки живыми. Анимация здесь неплохая. И передают свои эмоции, и мы можем их понять. Как минимум, это, конечно же, не LA Noir с его технологией, но все-таки. Дальше поговорим про звук. Звук в игре очень крутой. Мне он очень понравился, и он передает больше половины атмосферы, я считаю, в игре. Это относится и к самим звукам, к оружию, к выстрелам и прочему, к крикам зомби. Они кричат, кстати, довольно страшно. К звуковым эффектам, к эмбиенту какому-нибудь, который на локациях играет иногда. Чтобы понять, насколько сильно звук влияет у нас в игре, достаточно посмотреть на локацию ясли, в котором звук практически всю атмосферу и делает. Собственно, сейчас будет отрывок. Да, так вот. Если вы двоя девчонка, если вы двоя девчонка. Говорит Джиллиан, старшая воспитательница. Я не знаю, что происходит. Ухожу детей в подвал. Крики снаружи. Их пугают. А ватой в ушах не хватает, чтобы... Простите. Просто скорее вытащите нас отсюда. Господи! Девочки, друзья! Девочки, я... Без багов в звуке, конечно же, тоже не обошлось. Иногда звуковые эффекты звучат раньше, чем должны. Например, когда мы проходим локацию заново. То есть, идем, чтобы забрать свои вещи после смерти. Но это на общество восприятие особенно не влияет, потому что таких моментов я увидел всего пару за 8 с половиной часов игры. Идем дальше. Геймплей. Основной особенностью игры является то, что при смерти наш персонаж не пропадает куда-то, а остается на локации в виде зомби со всеми нашими вещами и мы перерождаемся в другого выжившего. И можем забрать свои вещи, если найдем его на локации и убьем. Что довольно-таки интересно. И это не первая игра с таким так сказать с такой фичей, но реализована здесь довольно-таки хорошо. К сожалению, именно сюжет это никак нам не показывает. Так что со всеми выжившими живой, то есть тот, кто дает нам задание, общается как с первым выжившим. То есть учитывая то, что мы все знаем. Дальше есть также кому это кажется не слишком хардкорно, есть режим с одной жизнью. То есть если мы умираем, то переродиться мы не можем и это выглядит довольно интересным. Также основным элементом является планшет жизни, так называемый. сканер и сканер. Первый представляет собой мини-карту локации, а второй позволяет нам сканировать местность вокруг себя и помечать зомби, предметы, ящики, двери и прочее. Обе вещи улучшаются по мере прохождения. Также фишкой является так называемый вируцит, который по сути собой представляет второй шанс для выживания и помогает убить зомби, когда он вас пытается укусить. Боевая система представляет собой по большей части экшен с использованием предметов ближнего боя, так как у нас патронов не очень много, но самого видов оружия в игре хватает. И по несколько видов пистолетов, например, дробовиков и так далее и один конечно же крутой карабин. В игре реализована функция апгрейда оружия с помощью модуля, который мы находим на локациях, а также особенностью боевой системы является то, что мы должны всегда сначала прицелиться, как в ранних частях Resident Evil, например. Но, к счастью, здесь можно ходить во время прицеливания. Местная RPG-система представляет собой прокачку определенного оружия в навыках по мере того, как мы им убиваем зомби, что особо не влияет на прохождение и сложность и поэтому геймплей у вас практически всегда будет одинаковый. По итогу, что можно сказать? На выходе получается не самая плохая игра про зомби, пусть и с некоторыми огрехами и неудобствами, например, когда сканируешь местность, нельзя двигаться. Но все любители жанра, я думаю, должны ее попробовать и высказать свое мнение. На этом зомби 2015 все. С вами был Алексей. Всем всего пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok